и снова здравствуйте всем привет так набросал я такого удава именно из плохих парней вот так он выглядит и давайте сделаем ему рик ну и возможно потом чтобы он в такую позу именно подпрыгнул сделаем я тут два варианта сделал один по картинке вот он а другой уже именно длинные посмотрим как это дело будет обстоять так значит единицы нам подием n панель screen cascade чтобы вы видели что я буду нажимать n панель мы погнали shift а сочетание клавиш находим арматуру single bond ставим ее значит во вьюпорте видимость in front мы погнали в edit mode английская а выбираем s уменьшаем и тут вот вопрос какой идти сверху или снизу или поделить значит тело пополам допустим где-то вот от этой центральной части ну давайте поделим наверное пополам значит центр будет пускай от рубашки так я сейчас переключусь так переключусь в рэндом вот так будет лучше глаза болеть не будут так тройка на нам паре чуть-чуть тут корректируем и в чем вопрос нам нужно чтобы рубашка находилась вот на этом промежутке значит что уводим чуть-чуть в бок и и английская быть вытягиваем кость можно еще отсюда одну вытащить чтобы край отбивала шеи следом и поднимаем здесь побольше я сделаю костей потому что там поза интересная так это джи английская и английская ем выводим на шею так теперь на голову вытаскиваем кость ну следом по старой традиции значит сначала зубы это вытаскиваем косточку е альпи clear parent отсоединяем опускаем ее р опускаем ее на нижнюю челюсть смотрим где будет у нее значит вот этот линия сгиба ну где-то тут наверно ну и чуть-чуть поровней подгадаем потом еще придется на скульпту мод именно корректировать внешний вид персонажа потому что вот открытый как он закроется нужно тут будет где-то что-то подтянуть где-то что-то подставить аксель д делаем дубликат перекручиваем это будет у нас косточка которая не будет давать двигаться вот этой морде при закрывании от этой кости ну и две косточки вяжем голове через шифт ctrl пи и повсет следом такой вопрос идут зубы и английская вытаскиваем косточку альпи clear parent и одну часть поднимаем повыше зубы другой косточки вытаскиваем е кость альпи clear parent можно эту косточку продублировать ну получается когда они находятся рядом вместе и значит зубы здесь находятся бывает что они верхняя кость привязывается к нижней получается что зубы потом не вяжутся так выбираем нижнюю косточку вяжем ctrl пи книжной книжной челюсти и тут верхней control пи тип оффсет в принципе это все по прошлым роликом все повторяется но персонажи вот это уже другой вытаскиваем косточку еще одну альпи clear parent опускаем ее пониже и уводим куда-нибудь вот сюда заходим вот вот и нам нужно вот этот язык вывести тоже вперед вот где-то вниз вот сюда опустим потому что тут еще будут глаза выбираем кости заходим в edit mode опускаем нашу косточку до языка g подгадываем и значит как лучше сделать наверное лучше сделать растяжением потому что этот язык не получится убрать и проще сделать значит чтобы он растягивался значит делаем какую какую штуку object mode заходим попробуем его значит перекрутить и попробуем его так control z значит еще раз перекручиваем и пробуем его сплюшить и пробуем его сплюшить и пробуем его сплюшить как-то у меня кривовато значит плюшивает ctrl z 7 на нампаде вот так вроде ровно стоит вот так мы его уменьшим тройка на нампаде все равно перекрутился в такую позицию так это только на нампаде почему так надо было так вот перекрутить а потом догнать ну в принципе неплохо он перекрутился можно чуть-чуть его поднадуть это как-то он тут кривовато все это дело с ним происходит 3d геометрия как-то так то без разницы это язык пусть даже тривоватый будет так перекручиваем значит транспозом подгоняем косточки выбираем кости заходим в edit mode тройка на нампаде теперь выбираем эту кость делаем ей r ну да подставляем вот сюда с уменьшаем делаем shift d ставим вот сюда косточку и shift d ставим его на край нужно потом еще боковые добавить чтобы он двигал ими ну пока давайте вот такой вариант сделаем тройка на нампаде чуть-чуть пониже косточки в меш опустим чтобы уже точно привязали выбираем низ кости выбираем другой низ делаем выбираем через shift низ костей F английская все в принципе это оставляем и вот эти три косточки три косточки мы привяжем к голове ctrl p keep offset все нормально это дело есть зубы есть давайте теперь займемся глазами так е английская вытаскиваем косточку alt p clear parent вытаскиваем ее вперед опускаем до уровня глаза и уводим чуть-чуть подальше так семерка на нампаде смотрим где у нас находится глаз и теперь желательно вытащить вот эти два глаза так привяжем их к геометрии и вытаскиваем их вперед ну чтобы видеть куда кости подставлять опять выбираем косточки заходим в edit mode и поправляем кость устанавливаем ее именно таким образом в центр чтобы вот это низ кости был в центре глаза тогда он будет крутиться именно правильно так shift D делаем дубликат вытаскиваем еще одну косточку это будет ориентир shift D выбираем косточку ставим одну по центру вот сюда тройка на нампаде переворачиваем ее делаем R возможно даже сделать S побольше так теперь сам ой я вытащил веки пардоните сейчас назад их уберем так вяжем кость голове который будет глаз привязан к ctrl-p тип offset потом ту кость на которую глаз будет ориентирован вяжем к центральной ctrl-p тип offset управляющей управляющую кость вяжем к голове ctrl-p тип offset заходим вот выбираем глаза так делаем set origin геометрии и вытаскиваем их вот сюда теперь выбираем веки и веки назад уводим у нашего персонажа веки я сделал отдельно чтобы потом просто их крутить при моргании допустим ну или шепкеями делать так проще у них функция одна или моргать или допустим приоткрываться а там все равно уже искажения делаются или скульптингом или шепкеями ну шепкеями скульпмоби так смотрим что тут как глаз на нампаде стоит по центру заходим в edit mode выбираем две вот эти косточки делаем шею щелчок левая кнопка мыши правая кнопка мыши мира и глобал и подставляем смотрим приблизительно где так раз два три три квадрата все ну где то тут будет центр так есть глаза завязали теперь нужно завязать шляпу потому что шляпа будет слетать с него возможно при прыжке тогда выбираем уводим вверх предмет шляпу edit mode давайте сделаем вот косточку и подставим ее к шляпе просто все по центру стоит привяжем ее ctrl p и полсет голове так теперь разберемся с хвостом делаем английскую е так тройка на ломпаде е е и побольше костей так а вот здесь где конец хвоста будет сгибаться вот этот вот где то давайте побольше две косточки сделаем чтобы побольше вот эта часть сгибалась буквой g ну так будет получше так теперь эту косточку вяжем к этой ctrl p keep off set так alt p на всякий случай clear parent и shift ctrl p теперь нормально все видите она отстает это есть good ну вот и все в принципе весь рик рук тут нет веки завязан не давать еще тройка на нам падить добавим ладно быть уже и веком по косточке я полноценно не буду им делать рик именно для век как в прошлом ролике я показывал мультяшный такой вариант просто завязываем веки на откручение ну чтобы без шипкеев они крутились так тройка на нам паде и увидим где-то вот сюда но здесь теперь нам понадобится ставить косточку чтобы она была ну на краю вот вот на этом краю вот теперь выбираем опять же кости заходим в pause мод тройка на нам паде так edit на нам паде и эту косточку подставляем теперь точно так же к веку как и глаз но только на конечную часть вот на край вот сюда делаем shift д и мира x global переворачиваем выводим на это века так все на веках стоят кости и желательно наверное их еще как бы вниз опустить на края ну все нормально так вот эти две косточки вяжем голове ctrl p и pop теперь заходим в object node выбираем зубы переключаем их на set origin диаметрия выводим вперед так верхние зубы к верхней значит косточки нижние к нижней так еще по зубам что смотрите у меня получается что я сделал без внутренней части поэтому она и так то привяжется но лучше подводить прям к мэшу ну чтоб касалось именно вот этого дела так вяжем теперь первым делом что персонажа и к частям ctrl p ой автоматик выжит все привязалось все сетка без проблем такая нишка полигональная 2000 полигонов ну это сопля в принципе ничего тут такого детализации нет такой большой как у человека нос там губы поэтому можно делать их вообще по тысяче и по 700 полигонов так теперь выбираем челюсть верхнюю выбираем через shift кости заходим в post mode выбираем верхнюю кость ctrl p вон вот включаем move и сразу проверяем вы видите что челюсть отказывается привязываться вот именно такая проблема у меня появляется именно как сказать вот с пустотелыми такими зубами значит что делаем заходим выбираем alt и clear parent и не такая уж это стукенция я сейчас сделаю ну давайте попробуем сначала зайти выберем зубы зайдем в edit mode английская а и зайдем так по моему нажмем найдем decision default нажмем теперь зайдем в object mode и повторим попытку если сейчас привяжется так это у нас post mode ctrl p бон проверяем нет не привязалась ну ладно значит сделаем какой с туркинцей зайдем выберем зубы в модификаторах нажмем decimate decimate все это дело уменьшим apply пробуем выбрать значит зубы и кости и заходим в post mode ctrl p бон проверяем привяжется нет вот опять не вяжется пробуем поднять значит зубы поближе значит кости вот сюда подвести и повторяем ту же самую попытку ctrl p бон вот видите за что я и говорил что значит в mesh надо прям побольше зубы заводить в кость так и получается тогда вот она тут тоже не касается так так object mode так object mode чтобы кость соприкоснулась возможно даже кость еще перекрутить и поставить как-то к одной стенке вот допустим семерка на нампаде делаем r ну и и пусть а что да пусть кость стоит боком без разницы тройка на нампаде делаем r g и вот она уже касается полностью стенки выбираем object mode зубы кости заходим посмотрим делаем ctrl p смотрим вот все привязывается видите какая оказывается тут ступенция так следом идет у нас язык так ага язык будем вязать другим способом выбираем язык выбираем через шифт персонажа выбираем кости а потом только делаем ctrl p так смотрим почему то она привязалась сюда куда то так проверим зайдем в коз мод настроим язык так по моему вот это ctrl shift c stretch to это кость на эту ctrl shift c stretch to так если мы теперь это выберем вот язык тоже не привязался так так вот это не есть алис гуд так так автоматик выглядит ну-ка пробуем по и ну-ка вот язык тоже не хочет вязаться почему почему не известно так это значит delete alt и clear parent смотрим посмотрим по счету нас опять декимейт так смотрим что тут сетка ну сетка нормальная что тут не так давайте чуть-чуть уменьшим apply apply object mode ну возможно опять же кости не цепляют ее да ну давайте повыше поднимем суть вопроса хотя вот они кости они должны завязаться ладно опять выбираем персонажа через shift через shift кости ctrl p кости автоматики вот bonehead visit вот что-то тут не это и не то пробуем опять же заходим в edit mode заходим в mesh находим clear up и merge by distance вот merge by distance попробуем ну и пробуем опять так и через shift ctrl p wait автоматики вот опять матюкается ладно пробуем другой вариант значит заходим в edit mode преференции находим пишем print находим addon mesh 3d print to box находим его n где он тут вот там 3d print нажмем solid check out clear up make о 15 фейсов 16 чего-то тут тоже понаходил 8 8 фейсов 1 все вот это дело он исправил но его рекомендую отключать почему потому что потом edit мод не работает полноценно так выбираем опять же персонажа опять же кости заходим делаем ctrl p автоматик выйдет все еще матюкается ну попробуем тогда децимейтом давайте вот этим теперь файл apply ctrl p ой такой не хочет он эту штуку вязать почему-то проще смоделировать новый что ну давайте добавим ему модификатор solidify ух ух ё ставим точка 0 0 2 точка 0 0 2 файл apply выбираем заходим скульп мод вот какие-то тут артефакты поперли скульпом 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 delete разберемся сначала с глазами язык я так сейчас другой сделаю выбираем глаза пост нут выбираем один глаз ctrl p бом все привязался ctrl z заходим в object mode выбираем второй глаз опять же ctrl p бом все привязано и то же самое повторяем светами так теперь шапку надо привязать выбираем шапку и вяжем ее в кости делаем ctrl p бом все привязано все зашибись зубы привязаны тело привязано рубашку сейчас отдельно привязываем уже как шкурой но нужен язык без языка и не туда и не сюда значит что добавляем что добавляем заходим в object mode заходим в mesh добавляем так с какого добавить это все дело давайте с куба поднимаем выше чтобы нам все это не мешало делаем английскую аж закрываем выбираем куб и заходим в edit mode так edit mode изменится в нампаде включаем move topology все это дело с плюснем вот так вот вот таким вот образом и нам нужно просто здесь добавить вот эти две штукенцы что делаем семерца на нампаде будем с этой стороны делать лупы включаем cut так английская давайте вот так поделим потом где-то так можно одну сторону даже сделать а потом все это дело вытягивать ну и отобьем вот вот эту штукенцу так чтобы хорошо тянуло давайте еще второй лупкат туда подставим вот теперь получается выбираем полигоны отключаем лупкаты так семерка на нампаде нужно с помощью муф вытягивать вот как-то так-то и теперь семерка нампаде вытягиваем в эту сторону так мязык слишком толстый а еще что тут нужно добавить давайте опять лупкаты и значит добавим вот здесь растяжение вот тут и вот тут по два лупката поставим лупа так теперь выбираем опять же полигоны один вытягиваем делаем с и второй вытягиваем делаем с остальное можно в скульп моде подкорректировать так теперь стройка на нампаде выбираем прозрачный вид выбираем все вершины верхние и теперь отпускаем вниз делаем по тоньше так вот это наверное будет сильно большеватая чуть-чуть можно уменьшить ну на скорую руку пойдет радиоязык выбираем делаем шейбер смут делаем ему с назначаем материал новый красный красный так теперь alt h возвращаем видимость всех наших вот этих саптулов так это камеру можно отключить со светом пока не нужно выбираем наш язык тройка на нампаде делаем с подставляем значит к нашему персонажу к нашим костям делаем еще s поменьше g подставляем и тут нужно именно попасть так чтобы было именно растяжение s уменьшаем и подставляем вот сюда так а ну-ка ну как раз как раз попало так s прибавляем и чуть-чуть еще уводим так нормально вроде да r можно чуть повыше а ну-ка пробуем теперь так этого гаврика h отключаем выбираем язык выбираем персонажа выбираем пости ctrl p white automatic widget заходим выбираем кости пока не увидел а ну-ка она матюкалась нет ctrl p вот теперь не матюкает зашибись значит что-то было сеткой возможно там кто-то где-то как-то пошло не так так просмот проверяем g вот у нас видите растяжение языка оттерло мы его теперь можем скукожить прям сильно так вот раз и он будет во рту лежать его будет не видно а когда нам нужно будет мы сможем так допустим вывести ну тут можно побольше костей добавлять ну в принципе вариант понятен да все теперь выбираем нашу вот эту рубаху выбираем кости через шифт левая кнопка мыши ctrl shift c так пардон нет делаем ctrl p with m теперь выбираем нашу вот эту рубашку заходим модификаторы находим модификатор data transfer жмем пипеткой или выбираем из списка название мышца вот именно змей и нажимаем vertex date vertex group apply все это дело применяем так теперь что нам нужно сделать вопрос как будет у нас вот этот змей двигаться если просто крутить значит вот эти кости то это не есть good попробуем настройку одного варианта сейчас я все это дело сохранил file save так выбираем кости заходим post мод выбираем вот эту кость и вот это через shift делаем ctrl и а нет ctrl shift c inverse kinematic заходим в inverse kinematic отключаем таргеты и ставим влияние раз два три четыре пять на шесть костей а ну-ка а ну-ка ну в принципе вот этот вариант будет нормальный так ctrl z и снизу делаем то же самое значит выбираем хвост и на нижнюю ctrl shift c инвес kinematic таргеты долой и ставим тут уже костей раз два три четыре пять шесть семь нет на семь восьмая управляющая так g не управляющая ctrl z значит восьмая кость а ну-ка g вот видите нормально если позу ну-ка вставить в позу то в принципе вот так вот его выставляем а там уже костями вот этими можно дорабатывать вот так вот видите конечно будут изломы ну а как их не будет когда они должны быть да так кройка на нампаде выбираем значит кость значит наши зубы тут еще по зубам в чем вопрос он когда будет разговаривать нужно будет вот этой косточке анимации делать skyo copy rotation skyo и уменьшать чтобы ну они там вверху как-то были а убирать как-то в голову потому что теперь вот так их как-то прятать места хватает вроде так теперь следующие зубы на базу G так это у нас вперед чуть подается нормально теперь выбираем глаза 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 уводим пазы для глаз выбираем века и чтобы ничего не двинуть аккуратненько все это дело подгоняем если вдруг вот в таком варианте не видно то тогда отключаем видимость костей вот этого дела и потом уже подключаем так шляпа упала шляпа упала на пол так и самое важное язык так раз и теперь нужно его как бы все перекрутить и возможно даже убрать подальше так и вот когда мы будем теперь косточку выбирать языка то мы можем делать вот так но костей если побольше добавить то он будет в принципе он ровно должен и выходить ну плюс-минус можно где-то доработать ну как вариант так вот значит еще наверное g так ctrl z ctrl z управляющий у нас вот эти кости только делаем так g и еще уводим вглубь вот такая штука можно их потом будет конечно перевязать итак проверяем тазовую кость все тазовая кость вводится заменяем теперь все вот эти наши гостики на нормальные выбираем их все находим n-панель находим rig to находим настройки церковь крит находим настроечную вот эту окошку и чуть-чуть их уменьшаем так выбираем отдельно голову жмем крит и тут на голову прибавляем и чуть-чуть поподвигаем его вот под перекрутим ну чтоб она на лицо стояла чтоб видно было что вот это круглая это голова теперь заменим центральную кость это n-танель это у нас будет если бак стройка на нам паде здесь ноль здесь значит девяносто смотрим повыше ее поднимем вот ползунками вы когда работаете смотрите выше ниже вот ее можно выставлять а эти уже перекручиваем так теперь выбираем глаза и ставим глаза крит здесь теперь ставим ноль почему просто глаза перекрутились вот они ну а эти теперь можно приблизить и чуть-чуть значит увеличить и завести их в наш вот эту тукенцию так значит если мы еще уменьшим так будет нормально вот так будет зашибись она и в нее в рамку вводим ну как-то так-то теперь у нас по шляпе шляпа ну пусть будет куб ну чтоб удобно было брать не такой уж напичканный персонаж чтобы вот это у нас шляпа можно можно даже повыше поднять так вот так поменьше сделать и значит она только вперед-назад ловится ну не суть вопроса так вот теперь еще что у нас вот эти кости нам не нужны это а это зубы зубы нам нужны выбираем значит зубы и ставим им вот так line finger вот finger пойдет и finger увеличим чтобы мы их видели потом можно даже назначить bone группу допустим плюс ну пусть будет зеленые допустим так эти будут у нас просто так пусть тоже finger будут только другим цветом плюс это будет finger у нас другой цвет все ставим не путаемся зеленые значит у нас зубы а это у нас уже вся эта хренатень так по языку ну язык делаем проще так значит вот это мы делаем сферы увеличиваем чтобы их было видно во рту чуть-чуть низ можно увести кости ну а эти кости нам не нужны будут мы их просто можем сделать так линии line крит и чуть-чуть уменьшить но они будут между ними найти их можно будет выбираем теперь значит серый и назначаем им цвет красный потому что они управляющие чтобы их было видно и на вот этот так вот на эти все серые тоже можно значит один цвет поставить потом на сад на саде вот это тоже другой цвет ну пусть тоже будет красный ну в принципе что значит глаза тоже будут красные а здесь будет один глаз значит ну пускай будет желтый а другой глаз будет синий зеленый это что она сбилась так красный up а это значит будет у нас плюс зеленый так по управлению значит веками они нам будут в принципе нужны и чтобы не теряться нужно поставить ну что-то этакое да и короче ставим на веки тоже наверное лайны так просто другого фингеры у меня другого пока нет тут нужно наделать их и цвет поставим вот такой какой-нибудь так а это поставим тоже фингеры мы сделаем давайте чуть-чуть побольше чтобы они вперед выходили чтобы вот видно их было и поставим наверное пусть будут тоже красные так куп шляпа пусть будет зеленая нет ну да зеленый он же какого цвета желтый надо желтый тогда не ставить ну в принципе все персонаж настроен это вот это стоит такое это не есть вот вот так можно вот так выбрать эти значит поставить какие-то какие-нибудь здесь промежуточные так вот где рубашка тут красный цвет будет не видим давайте поставим допустим ну а там пусть будет управляющий красный цвет ну а там пусть будет управляющий красный цвет тут будет еще конечно косточки добавить вот на эти значит ну как их называют брови чтобы бровями можно было двигать мягко тоже можно стричту поставить здесь понаставить этих костей давайте это делаем тоже проделаем так сначала хочу попробовать а сначала сохраню и хочу попробовать как это все делаем значит будет с закрытым ртом ну в принципе неплохо как раз он и получается немножко тут можно потом подкорректировать то в принципе нет да щеки чуть-чуть здесь побольше и тогда получается видите у нас зубы начинают мешать и мы выбираем значит зубы зеленую вот эту так по-моему она да и нам надо его водить постоянно тоже вот это дело не забывать ну в принципе что стыкнутся зубы тут немножко их можно подкорректировать ну тогда клыков нету надо клыки тогда как-то отдельно отделить ну вот и такие нюансы выплывают так а вот по закрытости переставим выбираем персонажа заходим скульп нот так где тут я вот не помню где здесь маска вот тумп 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 вот она маска да Выбираем симметрию, наносим маску. Вот как она снимается, я не знаю. Наверное, стирается просто run через alt или control. Теперь выбираем стяночку и получается бам! Так, вот здесь уже надо опять маску находить и по-моему через control, да? Да. Тут это неудобно или есть горячая клавиша? Как тебе тут подскажете? А Shift-7? Shift-Paste? А ну-ка. Это нам не надо. Shift-F7. О, а это начинает. И все, я тут нажал. Это вообще бомба. Значит, должен Shift-8. Нет. Угу. Угу. Так, нажмешь что-нибудь, которое я никогда не нажимал. И все здравствуйте. Ну, я надеюсь, принцип вам понятен, да? Теперь Alt-H. Это я в POS-MOD. Не случится. Alt-H. И вот у нас есть такой вот длиннень. Такой же. Ну, только уже в POS-е. И вот давайте попробуем в эту позу его поставить. Ну, желательно, чтобы он потом... Так, еще что? Ну, чтобы он как бы на низу сейчас лежал, надо тоже... Или в другом ролике. Ну, я в другом ролике сделаю. Он будет лежать или как-то стоять. Надо референс найти. И потом такой подпрыгивает, как в мультиве. И вот в такую позу становится. Шляпа подлетает. Тут рот открывается. Соспокойся. Ну, будет зашибись. Давайте подготовим его к анимации. Значит, что делаем? Выбираем кости. Заходим в POS-MOD. Английская A. И нам нужно прописать I. 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 OCROP. Первый кадр. И оставляем на первой... Ну, на бездействии. Ну, давайте где-то 10 кадров, допустим. Или 20. Это уже... Да хоть до 100 ставки. И с того кадра, кому удобно начинать тогда. Ну, вот хотя бы первые 10 кадров Оставляем именно уже... Как? Оставляем их, чтобы они были не тронуты. Допустим, вы сделали что-то не тот кадр, какую-то не ту анимацию. Вы просто копируете вот этот кадр в этой позе. На нужную, допустим, на 60-ый, на 55-ый, допустим. И все. Вы начинаете с нового листа, так сказать. Ну, вот такая штука. Так. Файл save. Так. Этот файл будет в группе для скачивания. Заходите, если кому-то он нужен будет именно попробовать. Там уже и мистер Волки, которого можно немножко переделывать, отритопить, там перекрасить. Ну, словом, имея все модели на скорую руку. Все. Всем пока. До свидания. Вот такой вот персонаж. У нас все. Продолжение следует...